Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. И сегодняшнее видео будет посвящено одному дебютному варианту. Ну и это в защите Каракан в варианте Е4, С6, Д4, Д5, Е5, слон, Ф5. Я обещал объяснить, почему вот в этой позиции я не играю Х7, Х5. И сегодня я это объясню. Также сегодняшний ролик будет посвящен трагически ушедшему из жизни Игорю Дмитриевичу Курносову. Он родился 30 мая 1985 года и трагически погиб в ночь с 7 на 8 августа 2013 года сбила машина сидевшая за рулем дура молодая насколько я знаю не понесла никакого наказания. Игорь скажем вот я его впервые увидел когда ему было 15 лет в 2000 году не произвел совершенно никакого на меня впечатления. Мне казалось, что шахматист откровенно слабый уровень первого разряда. Но уже в 2001 году это мнение у меня изменилось. на турнире в Тольятти в 2001 году мне в третьем по-моему туре достался как раз он и достаточно уверенно меня обыграло. В Челябинске вышла книга посвященная его творчеству. В ней есть две партии в которых Игорь обыграл меня, но той, которую я сегодня покажу нету. Эта партия была сыграна на мемориале Чигорина в 2004 году. Игорь пошел h4 и в ответ на h5 c4 у черных обязательный ответ e7 e6 и после слон g5 самый логичный ход слон e7 именно так я и сыграл. В течение партии мне настолько не понравилось после ферзь d2 у черных достаточно неприятная позиция. Дело в том что чернопольные слоны неизбежно размениваются пространство у белых больше с конем b8 непонятно что делать конь g8 пока что тоже выйти может только на h6 дальше его место на f5 там уже стоит слон с которым тоже непонятно что делать в общем позиция если честно на мой взгляд очень подозрительная у черных в этой партии я сыграл конь d7 что еще характерно было для творчества игоря он очень серьезно и много работал над дебютом и через тур вот эта же позиция вновь у меня встретилась молодой шахматист из Перми Ильдар Хайрулин просмотрев партию Курносов и Вечкин решил что надо на этот вариант идти но против Ильдара я уже не выдержал этой пытки я пошел вот в этой позиции f6 и в страшных осложнениях устоял но надо сказать что там заключительная позиция действительно оказалась равной то есть Ильдар вовремя предложил ничью но по ходу встречи мне пришлось проявить немалую изобретательность то есть вот здесь в окончании я пожертвовал качество ну впрочем ладно эту партию вы сможете посмотреть скачав файлик в формате cbw который будет в описании а здесь у нас другая тема здесь я объясняю как технично меня обыграл Игорь Курносов и постараюсь сделать все чтобы вы поняли почему от хода h7 h5 я решил отказаться значит на конь d7 отличный ход cd то есть этот размен по-моему есть неплохая книга пермского тренера Анатолия Терехина вот в ней он этот размен называет разменом Олехина то есть место черного коня в таких структурах на c6 он уже вышел на d7 это значит что черные потратят два темпа если захотят поставить коня на идеальную позицию то есть cd ход очень сильный и дальше у белых тоже достаточно простая игра у черных слабая пешка h5 поэтому белые хотят вызвать ход g7 g6 заезжающий эту пешку естественно черные отходят слоном на g6 ну а слон и ладья это недостаточная защита пешки потому что теперь с пешкой h5 у черных могут возникнуть реальные проблемы и в принципе они должны были здесь стокфиш на малой глубине считает что у черных полный порядок на самом деле играть эту позицию вживую удовольствие ниже среднего потому что черный король уже остался в центре рокировать конечно черные не смогут какой-либо контр игры нет и пространства не хватает ну железо рекомендуют разные ходы конь b8 конь b6 b5 но конечно же по-человечески хочется развить как-то коня g8 немножко избавиться от от нехватки от нехватки пространства и поэтому мне кажется ход f6 очень логичен после размена слон отошел на f4 выясняется что слон e7 в общем если вести его на b4 то это далековато от королевского фланга идеальное место для слона конечно черного на d6 здесь возможно стоило просто пойти король f7 но на король f7 мне страшно не понравилось слон f3 у черных возникает проблема с защитой пешки h5 также надо все время считаться с ударом на d5 конь бьет d5 еd слон бьет d5 пусть не сразу пусть там после условной короткой рокировки тем не менее в общем эта позиция мне тоже страшно не нравилась поэтому последовал ход слон b4 чтобы иметь возможность перекинуть ферзя на f7 или на h ход конь e7 не противоречит тому что я сказал в планах черных конечно не короткая рокировка потому что пешку e6 держать можно только ладьей и королем черные хотят сыграть король f7 и перевести ферзя через g8 на h7 для усиления некоторого давления по диагонали b1 h7 ладья e1 король f7 и вот здесь Игорь сделал очень не точный ход так его назовем то есть в этой структуре основные проблемы черных это основной проблемой черных является не слабость пешки e6 и даже не слабость пешки h5 а слон g6 которого крайне сложно активизировать при этом слона g6 нельзя отдавать за коня потому что пешка h5 потеряется и поэтому ход слон d3 является грубой позиционной ошибкой ну я это отлично понимал и понимал что мне на d3 надо разменяться видя что мой противник хочет поменять белопольных слонов конечно же я сделал все чтобы этот размен прошел с большим комфортом для меня на слон g6 черные возьмут ферзь g6 ферзь отправится на g4 у белых возникнет проблема с защитой пешки h4 и тут я был страшно собой доволен и своей позиции тоже и ну теперь сказалось еще одно качество игоря он умел признавать свои ошибки то есть качество которое просто необходимо молодому шахматисту для совершенства в этой позиции последовал очень естественный натуральный ход слон f1 и хотя черные выиграли темп для перевода ферзя на h7 этот темп им ничего не дает то есть возникла совершенно беспросветная бесперспективная для черных позиция в которой у них есть слабости на e6 на h5 при случае под атаку попадает король то как Игорь меня припил на мой взгляд тоже достойно изучения то есть он провел очень простой план так как пешку e6 белые выиграть не могут так как ладья h8 неизбежно входит в игру то есть ферзь h7 издвоение ладей по линии c черная планирует Игорь здесь сделал все чтобы разменять все ладьи ход ладья e3 тоже обратите внимание на случай слон бьется c3 Игорь готов бить ладьей ладьи здесь белые не нужны черные ладьи мешают белому ферзю попасть на c7 то есть вот белые приготовились разменяться на c3 черные естественно предпочитают разменять слона может быть ошибочно может быть стоило слона 5 пойти и слона f4 держать то есть слон d6 скорее всего не точный ход но у черных ощущается некоторая нехватка пространство все-таки белые лошади на третьем ряду черные всего лишь на втором считают своего короля вот и поэтому мне казалось что размены они выгодны черным тоже был неправ конечно в этом то есть мне казалось что каждый размен облегчает защиту на самом деле с каждым разменом черным все сложнее и сложнее держать пешку h5 ладья бьет c3 и ни в коем случае не конь бьет c3 там слон бьет f1 и у черных полный порядок а именно bc и угрожает конь f4 и взятие на e6 то есть к размену с выигрышем материала белые конечно относятся положительно конь d7 мы видим никаких перспектив не имеет вести его на c4 очень хочется но на конь b6 последует конь f4 с нападением на e6 и на h5 и черные не успевают получить контргру против пешки a3 на конь f8 белые сразу начали нападать слон g6 не помогает спасти пешку h5 из-за конь f4 ходом слон e2 я попытался активизировать ферзя как-то съесть на a3 может быть отдаленная проходная а поможет но конечно объективно эта позиция уже у черных безнадежна висит пешка f6 плох король и марш пешки h то есть здесь я уже как бы осознал тяжесть своей позиции но сделать уже ничего нельзя то есть белые планомерно усиливаются ферзь идет шел на g7 его туда пускать нельзя черные вроде бы могут забрать ну пока на h6 забирать нельзя из-за f7 но вроде белые не могут защитить пешку h мне казалось что я играю очень изобретательно защищаюсь здорово и имею шансы устоять на самом деле это иллюзия Игорь очень правильно оценил последствия потери пешки h здесь оба хода выигрывают и ферзь после ферзь bf6 и слон g4 у черных ну серьезнейшие проблемы но ход ферзь b7 не дает черным вообще никаких шансов потому что спасти пешку a6 нельзя пешка a6 была бы проходной если бы ее нельзя было отнять если бы она до куда нибудь скажем до a3 дошла вот тогда это опаснейшая проходная а на a6 это просто еще одна слабость которую белые очень быстро забирают и так черные остались без пешки и без контр игры и единственный их шанс это размен пешек то есть когда у нас не хватает материала наш противник должен стремиться к разменам фигур а мы должны стремиться уменьшить количество пешек но на пустеющей доске белый слон которого черные своевременно не разменяли при такой возможности оказывает колоссальное воздействие и на позицию черных также он легко задержит проходную если черные такую получат и будет сзади легко поддерживать свои проходные то есть партию уже не спасти плохая пешка d5 плох король опасная проходная давайте просто покажу что эта пешка готова дойти до g8 ну и размены фигур которые я предпринял они в общем здесь не ферзи возникает здесь все форсировано теперь у черных колоссальная проблема с ходами при случае теряются сразу две пешки d5 и e4 все форсировано это я вас обманул конечно у белых масса хороших ходов они и против короля играют и против пешки d5 а пешку g они запустят тогда когда это потребуется то есть я пока что к своей игре у меня никаких претензий нет взял под контроль слона a4 не позволяю пойти c4 с разменом пешки c на пешки d5 e4 но этого не хватает то есть теперь на король d8 последует ферз d6 и теряется конь тут мне казалось что в этом ферзе еще есть могу испытывать иллюзии но точная ферз b4 шаг белый король квадрат пешки b а широчайшие штаны несомненно позволят белым провести ферзе то есть пешка b4 и пешка g король не в силах с ними справиться вообще шахматизм был очень яркий незадолго до своей гибели выиграл серьезнейший опен в эмиратах в арабских и конечно его уход из жизни это потеря не только для шахматистов челябинска или уральского региона но и вообще для для россии то есть он был работающий думающий шахматист шахматы очень любил на этом я заканчиваю этот ролик подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки до новых встреч